Всем здравствуйте! В последнее время о внешности Стриженовой ходило немало разговоров. Народ отмечал изменения в облике звезды, которые якобы не пошли ей на пользу. По новой информации, в погоне за красотой Екатерина могла потратить баснословные деньги. Недавно стали появляться сообщение о том, что Стриженова сделала некрасивые зубные протезы. Вот только сложно представить, что знаменитость такой величины стала бы экономить на подобной процедуре. Чтобы понять, насколько прав народ, иронизируя над изменениями в облике Екатерины, журналисты специально связались с экспертом. Врач-стоматолог Давид Григорян внимательно изучил внешность Стриженовой и вынес свой вердикт по поводу ее ротовой полости. Специалист подчеркнул, что импланты совершенно не портят телеведущую. Высказался Григорян и о предполагаемой сумме, на которую потратилась Екатерина. Думаю, у нее сделано все нормально. А даже если что-то и ненормально, то это определяется исключительно после диагностики у профессионала. В целом, если взять максимальный вариант, протезирование будет стоить в районе 1 миллиона рублей, подчеркнул врач-стоматолог. Так что пусть народ и заявляет, что Стриженову теперь не узнать из-за имплантов, но эксперт в своем мнении уверен. Сама телеведущая, подчеркнем, никак не отреагировала на разговоры, которые упорно ходят вокруг ее персоны. Впрочем, Екатерина как раз известна тем, что старается держаться подальше от сетевых скандалов и просто так ни с кем в перепалке не вязывается. Потому и в центре внимания Стриженова, как правило, попадает благодаря приятным поводам. Так, еще совсем недавно обсуждали свадьбу дочери Екатерины и Александра. Саша Стриженова не скрывала, что собирается вступить в брак со своим возлюбленным. Однако появление свадебных фотографий звездной наследницы в соцсетях стало для многих пусть и приятным, но шоком. Поклонники несколько дней поздравляли Екатерину и Александра Стриженовых со столь знаменательным событием. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.